Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Поздравляю с инаугурацией. Это важный момент для страны. Смена охраны, мирная передача власти, очередное успокаивающее зрелище пышной церемонии конституционного правительства. Сегодня были торжественные речи, присяги, звучали гимны, и все это на фоне 26 тысяч нарядных федеральных войск, которые защищали нашу столицу от невидимых угроз. Та еще картина. И ее непросто понять. Так что, как и многие из вас, мы включили телевизор, чтобы узнать, что происходит. И вот что мы узнали. Джо Байден уважает правительство. Он уважает тех, кто с ним не согласен. Он слышит их. Я думаю, что Джо Байден научит нас смотреть на мир по-другому. Мы ожидаем новую эру надежды и действий, которые он обещал, как только займет офис. У нас идет смена непорядочности на порядочность. Он заполнит это отсутствие эмпатии. Каждое мгновение этого, как лекарство от болезни. Эти огни, которые исходят из мемориала Линкольна, отражаясь в воде, я вижу их, они как продолжение рук Джо Байдена, обнимающих Америку. Это момент, когда новый президент приходит в город. Итак, вкратце, Джо Байден уважает различия у людей, но в то же время он будет учить нас быть другими, чем мы сейчас. Он принес надежду и порядочность. Он заполнил зияющую пустоту, где должна была быть эмпатия. Он лекарство. Руки Джо Байдена, худощавые и грубые, от десятков лет работы с эмпатией от нашего имени, охватят нас, словно огни мемориала Линкольна. И в этот момент... Только Богу известно. Возможно, все. Если маленькая капелька пота появилась у вас над верхней губой, пока вы думали обо всем этом, это нормально. Не надо стыдиться. Стыд больше не нужен. Джо Байден здесь. И не только Джо Байден, так же и Джилл Байден, миссис Байден, доктор Байден. Вместе, как нам сообщает MSNBC, они исцелят эту нацию своей любовью. Узрите. Что за история? Что за история великой любви между Джилл Байден и Джо Байденом? Это другой вид брака. Это любовный союз, как у Обамы. Так что, я думаю, это тоже будет исцелять страну. Брак Байдена — это исцеление для нас всех. Для страны. Любовь Байдена — это любовь Америки. Джилл и Джо — мать и отец этой нации. «Чреслами их мы были рождены и будем перерождены. Да будут их имена вечно восхвалены». И так далее. Таковы кабельные новости сейчас. Забавно, а сейчас происходит много забавного, что каждый человек перед микрофоном в каждой ТВ-студии в Америке сегодня знает другую правду, в то время как говорит то, что вы только что слышали. Они, например, точно знают, что Джо Байден не в порядке. Все в Вашингтоне знают это. Но никто не говорит вслух ни слова. Они скрывают такие новости от Вас не первый месяц. Чего уж там говорить. Правда, это сила. С другой стороны, а что вы ожидали? Вы видели эту линию годами. Вы знали, как это работает и что это такое. Так что это вопрос к нам. Может, нам стоит перестать смотреть эти глупые ролики СМИ каждый вечер? Это как смотреть, как деревенского алкаша раз за разом тошнит на самого себя. Очевидно, что это шокирующее и отталкивающее. Это трудно переключить. Но Вас это действительно удивляет? Тошнить на самих себя — это то, что деревенские алкаши и делают. Если вы продолжаете смотреть, как они это делают, то, может, со временем вы сами становитесь частью проблемы. Может и так. В любом случае, мы выключили CNN и решили посмотреть речь Джо Байдена лично. Вообще-то было даже интересно, как то, что он сказал, так и то, что он не сказал. Особенно один момент выделялся среди прочих. Как вы, наверное, знаете, мы не поддерживаем Джо Байдена как президента. Но если быть честными, а мы хотим быть честными, то мы должны сказать, что очень трудно не согласиться именно с этой частью обращения. В этот январский день я всей душой хочу собрать всю Америку вместе, объединить наших людей, объединить нашу нацию. И поэтому я прошу каждого американца присоединиться ко мне. Единые мы сможем делать великие, важные вещи. Собрать Америку вместе, говорит Байден, объединить наших людей, объединить нашу нацию, на что мы сказали, как только это услышали, аминь. Единство. Это именно то, что нужно этой стране больше всего. Мы здесь все вместе, каждый отдельный американец. И у нас нет другого выбора, кроме как поддерживать друг друга. Давайте, наконец, признаем, что мы одна страна и действовать соответственно, делая это место лучше для всех. Единство. Ни один порядочный человек не выступит против этого. Если Джо Байден сможет объединить эту страну, он будет поистине великим президентом. Но есть одна загвоздка. Мы соберем Америку вместе, сказал нам сегодня Джо Байден, но это касается не всех. Единство не означает каждый американец, так как не каждый, кто родился здесь, на самом деле американец. Некоторые из нас вне списка граждан, морально. У нас может быть американский паспорт и свидетельство о рождении, но по сути мы враждебные иностранцы. Мы враги. Мы должны быть повержены. Вот что сказал об этих людях Джо Байден. Возросший политический экстремизм, белый супремасизм, внутренний терроризм. Этому мы должны противостоять и сокрушить. Мы должны сокрушить. Политических экстремистов, внутренних террористов, белых супремасистов. Это враги Америки. Мы должны вести войну против них. Мы должны, цитата, сокрушить этих людей. Это то, что Байден сказал сегодня. Похоже, это очень значимая часть его речи и, может, значимая часть вектора демократической партии. И нам это не кажется. Мы не единственные, кто заметил это. Люди, проголосовавшие за Джо Байдена, тоже это услышали. Смотрите. Я услышала объявление войны белому супремасизму и лжи, чем теперь и будет заниматься наша демократия. И президент как Байден, который пришел во время беспрецедентного кризиса внутренней безопасности. Объявление войны белому супремасизму. Вы могли это и пропустить, так как это не так заметно. Не так уж много американцев поддерживают белый супремасизм. Большинство людей находят его отвратительным. Так и должно быть. Но вопрос в том, а что это вообще такое? Теперь, когда мы ведем войну против белого супремасизма, может кто-нибудь понятно объяснить, что такое белый супремасизм? Это не какой-то исключительно семантический вопрос. Джо Байден не учитель в школе по ведению дебатов. Джо Байден новый президент Соединенных Штатов. Джо Байден возглавляет крупнейшие войска и силовые структуры в мире. Он теперь объявил войну. Так что мы должны знать абсолютно точно, в отношении кого он эту войну объявил. У нас есть право это знать. Невинные люди могут пострадать в этой войне, как обычно и бывает. Возможен сопутствующий ущерб в этой войне, и жертвами будут американцы. Итак, еще раз, кто такой белый супремасист? Вас, возможно, удивит, насколько широким стало это определение. Bloomberg News описала стену на нашей южной границе, как цитата, «Монумент белому супремасизму». Так что убедитесь, что не поддерживаете ее. Колин Кэперник, который, по-видимому, определенно имеет поддержку корпоративной Америки, назвал 4 июля примером белого супремасизма. Так что лучше уберите салюты и хат-доги. Армия США, если кому и доверяют, то ей, имеет целое руководство потому, что является, а что нет, белым супремасизмом. Так что вам стоит знать, что среди явных признаков белого супремасизма есть такие, как празднование Дня Колумба. Использование термина «американская исключительность», любая поддержка безопасности федеральной границы, ограничение по языку или, цитата, «финансирование образования за счет налогов на недвижимость» — это все белый супремасизм. Использование фразы «есть только одна человеческая раса» — тоже белый супремасизм, согласно армии. И, конечно, голосование за Дональда Трампа — это белый супремасизм. Вот в чем проблема. Скажем, вы не согласны с этими определениями. Скажем, вы белый, но бедный. И вам трудно принять идею, что вы получаете некие преимущества от самой системы. Вам лучше заткнуться, если не хотите проблем, потому что, согласно армии США, цитата, «отрицание белых привилегий — это классический признак белого супремасизма». Так что никаких жалоб. Вы можете увидеть, в чем проблема. Мы определенно видим ее. Это шоу не было в эфире и полгода, как началась организованная и очень агрессивная кампания, ведомая видными демократами, которая определяла нас как белых супремасистов. В первый раз, когда это случилось, люди, работающие здесь, многие из них дети, были шокированы и приведены в ужас этим. Белые супремасисты? Что хуже этого? Эта фраза вызывает картины горящих крестов и линчевания, что отвратительно. И в нашем случае полностью не заслужено. Это шоу полностью противоположно практике судить людей на основании цвета их кожи. Мы повторяем это каждую неделю уже четыре года. Ни одно шоу в СМИ не говорило об этом больше и искренне. Почему мы это говорим? Почему мы противостоим суждению о людях на основе их расы? Не только потому, что нас так научили, хотя и поэтому, но потому, что это аморально. И это аморально, потому что мы верим в Бога. Вот настоящая причина. Вера в Бога, к сожалению, не делает вас хорошим человеком, но вера в Бога отвечает на вопрос, откуда мы пришли. Господь создал нас, вот во что верят верующие. Как только вы это понимаете, становится невозможным думать, что какая-то раса по своей природе лучше любой другой. Потому что Господь создал всех. Господь дал всем одинаковую ценность. Господь заботится обо всех нас одинаково. Так что нас оценивают по тому, что мы делаем, а не по тому, кем рождены. Мы действительно верим в это. Большинство американцев действительно верят в это. Это не случайность, что Мартин Лютер Кинг был служителем церкви, а Иосиф Сталин и Мао Цзэдун нет. Светские правители более склонны разделять свое население по расе и вводить коллективное наказание. Согласно истории, многие из них так и делали. Мы все это уже говорили раньше в этом шоу, много раз. Так что вопрос в том, почему они продолжают определять нас, среди всего прочего, как белых супремасистов. Мы много думали об этом. Вам тоже стоит об этом задуматься. Теперь, когда администрация Байдена объявила войну людям, которые, по их мнению, имеют идеи белого супремасизма. В нашем случае все началось, как только мы стали критиковать людей при власти. Другие каналы заполнили свой эфир атаками на так называемых прауд бойс, кто бы это ни был. Или сторонников Кью Анон, или собственников оружия из центральной Пенсильвании, которые чинят кондиционеры и неправильно голосуют. Они преследуют этих людей, и вы можете увидеть, почему. Нападать на этих людей легко. Ни у кого из них нет настоящей власти. У них нет. Давайте по-честному, у них нет. А вот у частного капитала есть власть. Много власти. Как и у Гугла, у Ситибанка, у правительства Китая, как у глупой Александры Аказио-Кортес с ее огромными аккаунтами в соцсетях. Это люди, которые управляют нашей страной. Они не любят, когда их критикуют. С другой стороны, они не озабочены тем, чтобы защищать себя прямо, с помощью логики и фактов. Часто они и не могут этого. Вместо этого они называют вас, вашу критику, критику их, как белый супремасизм, и они просто игнорируют то, что вы говорите. Хорошо. Мы сталкиваемся с этим уже давно, и это нас уже не беспокоит. Мы понимаем, что происходит. Но с сегодняшнего дня начинается власть нового режима, и она, похоже, собирается существенно все ускорить. Они включили в это ФБР и Пентагон, в эту охоту на людей, которые могут их критиковать. Это очень большие перемены, и вы должны понимать, какие именно. ФБР и Пентагон